Представительницы прекрасного пола со всего Приморья собрались в театре имени Горького на краевом торжественном собрании в честь международного женского праздника. В числе участников учителя, медицинские работники, многодетные мамы, представительницы общественных организаций, правоохранительных органов и бизнеса. Как отметил губернатор Олег Кожемяков, все женщины края достойны самого искреннего признания и уважения. Мы всегда с искренней благодарностью воспринимаем ваш труд, делаем все возможное, чтобы каким-то образом его облегчить. И безусловно учитываем те заботы, которые на вас лежат, как на матерях, на женах, когда вы еще важны дома, что-то успеть сделать. И в то же время выглядеть красивой, обаятельной, дарить свою любовь и тепло детям, и мужу, и близким, и родным людям. Быть образцом для подражания в своем коллективе, с тем, чтобы к вам тянулись, с тем, чтобы с вас брали пример. Это все вы, дорогие дамы. Также особую благодарность глава региона выразил за выдержку тем женщинам, у кого сейчас сыновья, мужья и близкие участвуют в специальной военной операции. Мы будем все делать с тем, чтобы помочь в дальнейшем тем детям, которые здесь остались. И, конечно, для всех остальных, у кого сегодня воюют мужья, требуется мужество. Мужество, которое будет вдохновлять наших мужчин на подвиги, на то, чтобы быстрее закончить эту специальную операцию и вернуться домой. Низкий вам поклон, дорогие женщины, за вашу поддержку, за ту любовь, которую вы вкладываете в те письма, посылки, которые готовите. Далее от первых лиц города и края были вручены ценные подарки женщинам, которые своим добросовестным трудом, активной общественной деятельностью, внесли значительный вклад в процветание родного края. Сергей Чалый, Анна Дьякова. Новости на восьмом. Новости на восьмом.